Девушки отдыхают Взрослых дочерей И только суд теперь должен точно определить Сколько стоит любовь и забота Неблагодарных детей Он был, ну, овощи У него стекли слюни Он даже при мне описывался Чего вообще никогда не бывало Чтобы он меня не узнал Всю жизнь мужчина любил одну женщину А жил с другой После смерти супруги Ему не дала соединиться с любимой его дочь Отец сошел с ума Или эта дочь выставила его сумасшедшим Ну а что тут разбираться? Действительно Давайте идите, садитесь на мое место и разбирайтесь А я пойду кофе попью Женщина заразила бывшего мужа Заболеванием, передающимся половым путем Несчастному пришлось Уволиться с работы и долго лечиться Мужчина готов во всеуслышание Рассказать о своем позоре Лишь бы отсудить у жены деньги Истец Юлия Зуева Обратилась в суд с иском О взыскании алиментов для своей матери Ответчик Наталья Зуева С иском не согласна Выплачивать алименты Отказывается Прошу всех встать Прошу садиться Слушается дело О взыскании алиментов Твердой денежной сумме В размере 20 тысяч рублей ежемесячно На содержание нетрудоспособной матери Истец Пичугина Мария Сергеевна Ее интересы представляет в судебном заседании Зуева Юлия Борисовна Ответчик Зуева Наталья Борисовна Пожалуйста Истец я вас слушаю Я представляю интересы своей матери У вас имеется доверенность? Передайте пожалуйста через судебного пристава Доверенность на представление интересов в суде Спасибо Моя мама Наша мама Проживает со мной уже год Мы с мужем Ее забрали после первого инсульта У мамы было два инсульта Мама жила В загородном доме Ну когда произошла вот такая вот трагедия Мама сейчас живет с нами Нам тяжело Маме тяжело Она не видит свою старшую дочь И поэтому А почему она не видит свою старшую дочь? Старшая дочь ее не навещает? А потому что старшая дочь ее не навещает Старшая дочь не помогает Старшая дочь ни разу не позвонила Мама лежит Не встает И практически не разговаривает Поэтому я требую взыскать со своей сестры в твердой сумме 20 тысяч рублей на лекарства, на сиделку, на еду. И все для твоей родной матери. Скажите, пожалуйста, с кем вы проживаете? Я проживаю с мужем. С мужем и матерью. И дочь у нас второклассная. Еще у вас имеется дочь. Да. Скажите, пожалуйста, вам известно материальное положение ответчика? Мне все известно. Ну так расскажите. Но нам тоже тяжело, понимаете? Какой материальный доход у ответчика? Какой у нас материальный доход? Ну, 1025-1030. Сколько у тебя? Ну, конечно. 1025-1030 в месяц. Есть ли иждивенция у ответчика? Да, сын. Ну, если вы говорите, что по вашим сведениям у ответчика доход на нее и на ее несовершеннолетнего сына составляет 25 тысяч рублей, почему вы просите взыскать на содержание матери ежемесячно 20 тысяч рублей? Ну, вы понимаете, нам тяжело. Вы знаете, что мамины лекарства сиделки. 50 тысяч, вот я подсчитала. Вот, пожалуйста. У вас какой доход? У нас доход. У нас доход по бюджету, понимаете? У нас доход, вот, семейный доход. Посчитать даже не может. Ну, что, в смысле не могу посчитать? Так очень много, потому что. Вы работаете, естественно? Работаем, конечно, работаем. Какая у вас заработная плата? Да, заработная плата, как у всех. Средняя заработная плата, понимаете? Ну, что, прибедняться? Ну, что значит, прибедняться? Вот заботы вот такие вот с человеком, ты хотя бы пришла бы, помогла, подмела. Я не знаю, понимаешь, ты мама, просто мама, мама не видишь свою старшую дочь. Мне за это обидно. Конечно. И то, что старшая дочь вообще не приходит, не подметает, покушать не приготовит, за мамой не... Поэтому хотя бы 50 тысяч на все уходит в месяц на лекарства, на сиделки. Еще раз повторяюсь, хотя бы я не полную сумму прошу. Посмотрите чеки, вот, пожалуйста, платная медицина, все здесь, все здесь есть, пожалуйста. Через судебного пристава передайте, пожалуйста, документы. Вот здесь вот медицинская карта, какие тут были обследования, все здесь. Ответчик, ваше отношение к иску? Ваша честь, я с иском просто категорически не согласна. Почему не согласна? Ваша мама после инсульта. Ну, здесь сестра, конечно, молодец. Правда ли, что мама проживает у ИСЦА? Да, это правда. Вы маму навещаете? Нет, я ее последний год не навещаю. Почему вы не навещаете маму? Ну, здесь сестра молодец, конечно, меня в таком свете выставила. На самом деле здесь совсем другая история. И она началась очень много лет назад, когда у меня сестра увела мужа. И мы остались маленьким ребенком без средств к существованию. А сейчас она живет припеваючи. У нее достаточно денег, большой дом, две машины. Это развод вообще. Просто при чем тут твой развод? Истец. Вы просто не представляете, какой сестра монстр. Она перешагнет через любого. Вы думаете, она просто так ухаживает за мамой? Что она прям такая милосердная, прям за мамочку переживает. Но она немножко только недоговаривает, что она дарственную на дом оформила. Не знаю, как в обход нашей. Что значит, она оформила дарственную на дом? Ну, мама оформила. Начну с самого начала. Когда ребенку был всего годик, моя сестра, увидев, что у меня муж стал хорошо зарабатывать, тут же его увела из семьи. И я осталась с маленьким ребенком без средств существования. Алименты, это можно, если их назвать алиментами, он, конечно, платил. Максимум 4 тысячи в месяц. Но вы же говорите, он хорошо зарабатывает. Он дело в том, что начальник компьютерной фирмы, и он сам вполне может себе эти доходы приписать. Андрюша тебе всегда, знаешь, какую-нибудь копейку ребенку всегда даст. Да это он тебе так говорит, даст. В смысле говорить? Никакой копейки не видела. Я знаю. Да все же знаю, что ребенку он помогает. У меня доход максимум 25 тысяч. У меня маленький ребенок на руках. Он очень хорошо зарабатывает. У них большая квартира, две машины. Они как минимум два раза в год отдыхать за границу уезжают. В отличие от моей ситуации, когда у меня маленький ребенок питается одними макаронами, потому что денег просто катастрофически не хватает. Все, 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 катастрофически. Иди, найди вторую, третью работу. Люди как-то выручиваются, понимаешь или нет? Мужиков вы уже водите, я буду работать. Мужиков вы уже водите, я буду работать. Молчите, пожалуйста, истец. Опустить руки и не работать. Ответчик, а почему же в такой ситуации, если вы оказались в такой ситуации, ваша мама подарила имущество при жизни, а не завещала именно истцу? Ну, потому что... В чем причина? Причина в том, что она, скорее всего, на данный момент живет с младшей сестрой. И я уж не знаю мотивов. Да потому что она тебя не видит. Да, я считаю, что это неправда. Я бы с удовольствием ее видела. Ты же знаешь ситуацию? Почему я ее не вижу? Ну так почему вы к маме-то не приезжаете? Почему мама не навещается? Дело в том, что я в этот дом никогда не смогу зайти, потому что там мой муж. Даже если его там нет, там его фотографии. Бывший муж, да. Там его фотографии, там память. Я не могу. Это для меня травма психологическая просто. Психологическая. Когда у меня маленький ребенок, меня предает сестра, меня предает любимый мужчина. И причем, уйдя к ней, они живут очень хорошо, а я бедствую. Мы не справляемся. Хотя я могла бы быть на том, если здесь очень хорошо. Ты не слышишь? Мы не справляемся. Да, конечно, не справляемся. Она сейчас специально... Не можешь приходить? Истец, это вы не слышите. Это вы не слышите, что говорит ваша сестра. Неужели вы не можете понять ее чувства? Что это тяжело? Я могу понять, что это мать. Наша мать. Через ступив, через все, ты просто можешь закрыть глаза. Документы передайте через судебного приства. Просто прийти и посмотреть на свою мать. Поговорить с ней, посидеть с ней. Вы знаете, истец, переступить через все, по-моему, можете вы. И вы легко это уже сделали. Поэтому не можете понять, насколько больно ответчице от всей этой ситуации. А ваше присутствие ее не просто раздражает, а причиняет ей колоссальную боль. Ну, понимаете, что для вынесения решения. Далее в программе. Он был в овощи, у него текли слюни. Он даже при мне описывался, что вообще никогда не бывало, чтобы он меня не узнал. Не всегда воля изъявления покойного соблюдается. Если человек был психически нездоров, то его завещание обязательно оспорят законные наследники. Ну, а что тут разбираться? Действительно. Несправедливо. Давайте идите, садитесь на мое место и разбирайтесь. А я пойду кофе попью. Любовный четырехугольник. Один из сюжетов дамских романов. Но в жизни подобная интрижка нередко приводит в суд. Сегодня четверо людей пытаются разобраться, кто же кого заразил страшной болезнью. Суд принял решение иск о взыскании совершеннолетней дочери на содержание трудоспособной нуждающейся матери алименты удовлетворить частично и взыскать с ответчика ежемесячно на содержание матери сумму равную 500 рублей ежемесячно, как я уже сказала. Суд взыскивает данные алименты на содержание матери в связи с тем, что в соответствии с статьей 87, часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации, совершеннолетние дети, независимо от материального положения, обязаны содержать своих трудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. При определении размера алиментов суд учитывает, что на иждивении у совершеннолетней дочери, нуждающейся матери, находится малолетний сын, которого она воспитывает, находясь в разводе с мужем. Алименты составляют 4 тысячи рублей, что меньше прожиточного минимума. Также судом принято во внимание, что среднемесячный доход ответчицы составляет 25 тысяч рублей, плюс алименты 4 тысячи. Исходя из этого, суд принял решение, что алименты следует взыскать именно в такой незначительной сумме. Как же так? Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Вот что мне сейчас с этими копейками делать? Скажите, пожалуйста, 500 рублей, что я на них куплю? Ни лекарств, ничего? Ну, хоть так, ладно, что? Что? Суд, что поделаешь? Я с решением, конечно, все равно не согласна. Потому что пусть это небольшие деньги, 500 рублей, но платить их людям, которые очень много зарабатывают, мне, человеку, который нуждается сейчас сам в деньгах, как никто другой. Ну, раз такое решение вынесли, тогда будем платить. Каждый день с 15 до 16 на нашем телеканале. Слушается дело. Елена Кутьина. Что случилось? Все нормально. Может быть, вам требуется врач? Нет, нет, нет. Судья. Она ранима. Ваши действия совершенно недопустимы. И ваше счастье, и счастье, наверное, всех нас, что ребенок будет расти в семье. Меня до слез довели. И эмоционально. Ну, объясните мне, как можно любить человека и не хотеть от него родить ребенка? Она кокетлива. Что? Ничего. Умна и беспристрастна. Выбирайте, пожалуйста, слово. Я его шантажировал, я ему угрожал, я его предупредил. Я его предупредил. А, вам нравится слово предупредил? Мне нравится слово предупредил. А, по сути, это вообще-то не меняется ничего. Да. Смотрите «Дела семейные» с Еленой Кутьяной. По будням на нашем телеканале. Истец Кира Мыльникова предъявляет иск о признании завещания отца недействительным. Ответчик Людмила Волкова иск не признает. Слушается дело по иску о признании завещания недействительным. Истец Мыльникова Кира Викторовна, ответчик Волкова Людмила Федоровна. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу признать завещание моего отца Мыльникова Виктора Михайловича недействительным. Три месяца назад умер у меня отец в возрасте 72 лет. Но за год до этого, за год, он был признан судом, я прилагаю решение суда, Ваша честь, он был признан судом недееспособным. За год до смерти? За год до смерти, да. Я его единственный опекун, я его дочь, я его единственный опекун. Я прилагаю удостоверение опекуна Вашече. Другие дети есть умерщие? Нет, я одна дочь, у него есть внучка моя дочь, я одна единственная дочка. Жены нет? Жена умерла, умерла полтора годов. Ну, родители, соответственно, тоже. Да, да, соответственно, тоже, да. Завещание когда было составлено? Завещание было составлено за три месяца до того, как он был признан недееспособным. Но я прошу обратить внимание, Ваша честь, то, что все справки были собраны уже на тот момент, все справки были уже, он уже был недееспособным. А на кого составлено завещание? Завещание составлено вот на чужого человека совершенно, при том, что у него есть дочка, внучка, на совершенно чужого человека составлено завещание. Я спариваю это завещание, Ваша честь. Хорошо, пожалуйста, передайте документы через судебного пристава. Я хотела добавить ваше очистство, что вот задолго еще до того, как он был признан недееспособным, он уже был невменяемым. У него крыша вот немножко, ну, раньше еще съехала. Ну, это что за фотография? Вот эта фотография, вот мы нашли, мы его с детьми ищем, он сидит в собачьей будке. Вот дети сфоткали его еще, говорят, у нас дед пес, ой, издевались. Он убегал, мы его закрывали, потому что он убегал. У нас там, вот я прилагаю заявление о розыске, он полуголый убежал из дома. Я прилагаю, потому что он прыгал со второго этажа. Ответчик, ответчик, не мешайте, пожалуйста, давайте срок пояснений. Он прыгнул, он себе руки, ребра поломал, он когда прыгнул, там, я прилагаю, скорую, мы вызвали скорую, мы его отвезли в травмпункт, вот я прилагаю все документы соответствующие. То есть он был невменяемым. Поэтому, вот, ну, как бы до того, как мама умерла, она, ну, мы не обращали на это внимания, но вот жили-жили, да. Вот, после смерти мамы, вот, полтора года назад, то есть я, ну, занялась этим вопросом, то есть я стала ухаживать за ним, все, и решила признать его недееспособным. А почему вы решили его признать недееспособным? Потому что я вот боялась такой ситуации, вот, как вот сейчас вот возникло, вот, ну, он вот такие вещи делал, то есть он ел, вот, ваша честь, вот, прошу прощения, вот, за вот это вот, ну, вот это вот была его любимая миска. Да, вот мы прятали, мы убирали, ну, вот это вот была вот его любимая миска. Но он ел за столицу? Нет, не за столицу. Он убегал на улицу, прятался, вот, я фотографию брала, он прятался в собачьей будке. И ел из этой миски? И ел из этой миски. Как представлено суду решение, судебное решение о признании умершего недееспособным за год до смерти. За год до смерти. Так, отвечу, пожалуйста, слушаю вас. Да, вот это завещание... Вы иск не признаете? Нет, не признаю, конечно, потому что завещание было... А кем вы приходитесь умершим? Вы знаете, мы с ним с молодого любили друг друга. И незадолго до нашей свадьбы вдруг появилась Кирина, мама, и сказал, что она от него беременная. Ну, он... Это еще когда мы молодыми были, давно-давно, да? Еще когда мы были молодыми. Он такой воспитанный был, что не мог по-другому поступить, как женился. Но все время у него была мысль развестись, потому что Кира, он чувствовал, что это не его дочка. Но в итоге, когда вот уже... Тем не менее, сколько лет они прожили? Они прожили много. Вот именно. Всю жизнь? Два года, как она умерла. Ну, хорошо, они прожили всю жизнь. Вы в его жизни снова появились в какой-то период. Так я понимаю. Да, когда умерла его жена, Кирина, мама, мы опять встретились. Встретились, и он, говорит, он писал мне такие письма, читал мне стихи, говорил, что мы с тобой опять должны узаконить наши отношения. Но тут Кира, она это почувствовала, она начала закрывать его в доме. Она прятала от него одежду, чтобы он никуда не выходил. Она его закрывала, он даже и не кормила его. Ему приходилось прыгать, прыгать из окна со второго этажа. То есть вы хотите сказать, что он выпрыгнул из окна, вот когда скорая здесь справка представлена? Потому что его заперли в доме? Да. Она его возвращала, избивала. Вот у меня вот есть три заявления о побоях. О побоях, мы в полицию писали заявление о побоях. Но не успели дать дело, потому что она его признала недееспособным. А за три месяца до этого он вводил машину, вот даже за скорость нас останавливали. А за месяц до того, как Кира признала его недееспособным, он мне позвонил, мы с ним встретились. И он на меня перевел, вот в здравом уме, трезвой памяти, перевел на меня все свои средства. Он не знал, как защититься от этого монстра. А, так там еще и деньги были, да? И перевел, говорит, мне надо как-то защититься от нее. Потом, в один прекрасный момент, когда Кира, ну она его закрывала, оставляла, пичкала его таблетками. Ну правда. Потому что когда я незадолго до смерти встретилась с ним, я его не узнала. Он был, ну овощи, у него текли слюни, он даже при мне описывался, чего вообще никогда не бывало, чтобы он меня не узнал. И, знаете, он был... Вот такой он уже был, вот такой он уже был, да? Вот такой он уже был. Я даже не могу, вот посмотрите, это за три месяца до того, как она его сделала недееспособным. Вот мы с ним, я вам потом передам. Вы не представляете, это просто, когда я его увидела, я просто потеряла рассудок. Ну а как, вам известно о том, что вот он в собачьей будке периодически жил и ел из этой миски? Это монтаж, это монтаж. Может быть, дети играли. Да, вы это откуда можете об этом сказать? Монтаж, потому что он... А вот это не монтаж, вот это вот не монтаж, да? А это мы, это не монтаж. А вот это он сидит в будке, вот это тоже он сидит в будке. Мы стоим, это я показываю, какие мы были удачные. Отвечек, но тем не менее, имеется судебное решение, это же не так просто. Вот именно. То есть вы утверждаете, что он был абсолютно нормальный и... Вот смотрите, в один прекрасный момент, когда Кире опять не было дома, она его закрывала и уходила. Представляете, это дочка называется. Он вызвал нотариуса, и все, что у него было, переписал на меня в присутствии нотариуса. Нет, он завещал, правильно сказать, что он завещал вам все свое имущество, которое... Написал мне, и даже в присутствии его он написал мне письмо, потому что он знал, что она его не выпустит, он написал мне письмо. И как можно считать, что он был безумным? Она пишет, дорогая, я тебя очень люблю, ты невероятная женщина, я душой с тобой всегда. Да, позволь мне, пожалуйста, быть с тобой, ты восхитительно красивая. Вы говорите, что истец запирала его, но если дочь запирала его, каким образом нотариус попал в квартиру? Ну, и во таком случае... Это же через окно? Нет, он сказал, я это не знаю даже, как это получилось. Пожалуйста, передайте документы. Но факт, что это было без меня. Ну, какую же денежную сумму перевел на ваш счет умерший? 500 тысяч. 500 тысяч рублей. В прошлом судебном заседании была назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой будут оглашены в данном судебном заседании. А я и без этого знаю, что он был. А я и без этого знаю тоже, что он был не у меня. Согласно выводам данной экспертизы, проведенной по определению суда, умерший на момент составления завещания не был способен понимать значение своих действий и руководить ими. Результаты экспертизы понятны? Да, понятно. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Ну, а что тут разбираться? Действительно. Несправедливо. Давайте идите, садитесь на мое место и разбирайтесь. А я пойду кофе попью. Женщина заразила бывшего мужа заболеванием, передающимся половым путем. Несчастному пришлось уволиться с работы и долго лечиться. Мужчина готов во всеуслышание рассказать о своем позоре, лишь бы отсудить у жены деньги. Он был невменяемым. Невменяемый. Невменяемый. Это ты его довела за год. За год убила человека. Вы не видели, как он... Прошу садиться. Оглашается решение суда. Суд признает, оспариваемое завещание недействительным и удовлетворяет исковое заявление. Дело в том, что, исследовав все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что умерший на момент составления завещания в силу своего болезненного состояния не понимал значения своих действий. И, соответственно, на основании статьи 177 Гражданского кодекса Российской Федерации суд признает данное завещание недействительным. Решение понятно? Да, ваше очевидно. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я довольна решением суда, так как оно совершенно справедливо. Я жила с отцом, и я видела, в каком состоянии он был. Я уверена, что Кира превратила его в овощ с пичканием таблеток. Но жаль, что этого не докажешь. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сожители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что, что за 3 тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Артем Калюпанов подает иск о выплате компенсации за временную нетрудоспособность, произошедшую по вине ответчика. Ответчик Алла Калюпанова иск не признает, заявляя, что она ни в чем не виновата. Слушается дело по иску о выплате компенсации в размере 210 тысяч рублей за временную нетрудоспособность в связи с болезнью, которой заразила ответчица ИСЦА, об оплате лечения на сумму 50 тысяч рублей, а также о взыскании морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Истец Калюпанов Артем Алексеевич, ответчица Калюпанова Алла Михайловна. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, рад приветствовать вас. Мой иск затрагивает такую интимную, деликатную сторону жизни. Вообще непонятно, чем я сюда затащил. В общем, я потерял работу, я потерял честь. Я опозорен, я потерял квалификацию, я вынужден был лечиться. В общем, в вашей честь, я ничего... Вы что-то так много всего потеряли. Кем вам приходится ответчик? Бывшая супруга. Бывшая супруга. Я сейчас вам передам документы. Когда вы брак расторгли? Сразу после того, как обнаружил половую болезнь. Вы обнаружили у себя венерическое заболевание. В период брака это случилось. Потому что проститутками бекшается вечно где-то. Так, ответчик, я предоставлю вам слово чуть позже. То есть вы хотите сказать, что вы проживали вместе с ответчицей в браке. Я вообще не понимаю, что я здесь делаю. В течение какого времени вы были в браке? Совершенно верно. Мы жили в браке почти 10 лет. Почти 10 лет. 10 лет я на него потеряла. Я жил порядочной жизнью только со своей супругой интимной жизнью. Порядочную, да, конечно. У меня не было никаких других половых отношений. Никаких других половых отношений не было. Ваша честь, можно я скажу? Нет, нельзя ответчик. Я вам предоставлю слово чуть позже. Я уже говорю вам об этом второй раз. Я хочу заметить, что мне ничего не нужно сверху. Я только хочу покрыть убытки, которые я понес. А когда вы брак расторгли? Сразу я принес документы. То есть обнаружили заболевание? Вы в судебном порядке расторгали брак или в ЗАГС пошли? В ЗАГС, но у нас нет детей. Слава богу, нет детей. То есть получилось, что чуть больше месяца назад, да? Так, вы обнаружили данное заболевание, прошли лечение. И теперь вы просите, а при чем здесь временную трату трудоспособности? Я вам сейчас объясню. Дело в том, что вы потеряли. А квалификацию-то вы почему потеряли? Да, я сейчас вам объясню, ваша честь. С чем же связана была ваша работа, что заболевание такого рода лишило вас квалификации? Это все очень серьезно. Я повар высшей квалификации работал в очень серьезных ресторанах города. Серьезных, ну конечно, да. На очень высокоплачивых клиентах. Копейки домой приносил какие-то. Ну что, вы знаете, там выдается медицинская книжка, постоянное ежемесячное обследование. Дело в том, что я не прошел, конечно же, это обследование и потерял работу. Три месяца не мог устроиться никуда. Помимо того... Вы что, и забыли, как готовить? Нет, дело в том, что меня уже не берут в VIP-шные рестораны. Я устроился только в дешевую... Он пытается меня сейчас вмешать в непонятно вашу... Забегаловку. Ответчик, еще раз вам говорю. На вокзале. У нас сейчас выступает истец. Ну, ваша честь. Вот выступит истец, я вам предоставлю слово, и вы скажете мне свое отношение к иску. Почему я не должна молчать? Я вообще не... Потому что я так говорю. Вот вы сейчас должны молчать. Я так сказала. Вот так всегда, ваша честь. И я что хотел сказать. Три месяца, это по 70 тысяч, у меня 210 тысяч, это не считая чаевых. Потом 50 тысяч мне ушло на лечение. Можно это все передать? Расскажите сначала, а потом я заберу ваши документы. 50 тысяч ушло на лечение, и компенсация вот этого всего морального ущерба, я думаю... Ну, а вы что, не могли скрыть этот факт, что вы болеете такой деликатной болезнью? Зачем же надо было об этом рассказывать-то? Нет, не рассказывай. Дело в том, что в общепитии вы обязаны проходить медицинское свидетельство, ежемесячная медицинская книжка такая. И ее невозможно обойти. Ну, конечно. И естественно, ну... Невозможно. Я не смог. Ну, хорошо, а квалификация-то ваша здесь при чем? Не берут больше уже. Не на дорогие рестораны, прошел сушок про меня, появилась кличка. А вы прям один такой, да, на всю Москву? Какая отличка у вас появилась? Ну, вы знаете, может быть, таких много, но пострадал я один, очень так высмеяли. Таких много, но пострадали один. Как люди злые могут высмеять, кто в чем-то не виноват. Ну, я не хочу это говорить в подробности такие. В общем, высмеяли, и дорога, дорогие рестораны мне закрыта. Я теперь работаю в дешевой забегаловке на вокзале копеечной. И в итоге, я, ваша честь, я ничего не хочу свыше. Просто пусть отдаст мне то, а мне разрушила жизнь. Я хочу... Так, естественно, успокойтесь. Теперь мне просто будете отдать деньги, компенсацию. Значит, компенсация. Никакой компенсации. 210 тысяч. Ответчик, истец. Порядок в зале судебного заседания. Порядок. 210 тысяч. Компенсация. За временную нетрудоспособность. Какой период времени вы являлись нетрудоспособны? У меня зарплата 70 тысяч, не считающие вы их. И чем подтверждается ваша зарплата и ваша временная утрата трудоспособности? Приказ о вынужденном увольнении. То есть меня ушли. Не сам ушел. То есть вы не работали? Ваша честь, можно я скажу? Нет, нельзя, ответчик. Вы сейчас вообще пойдете у меня в коридор. Не работал, ваша честь. Я не понимаю. Понимаете, временная... Компенсация за временную утрату трудоспособности взыскивается за период, когда человек не работал. Вот три месяца не работал. Вот у меня приказ о моем увольнении. То есть вы не были на больничном в этот период. Вас уволили. И с момента вашего увольнения, по собственному желанию, в течение трех месяцев вы искали работу. И за эти три месяца вы просите взыскать по 70 тысяч в месяц, и того 210. Так, с этой суммой... Плюс, да... Развращались. Дальше. Лечение. 50 тысяч. 50 тысяч нельзя, ответчик. Ну терпение, мой друг. Все мои подруги скажут то, что ни одной юбки эта сволочь не пропускает. Терпение. Ответчик. У вас сейчас не будет возможности выразить свою позицию. Ни одной юбки он не пропускает. Не будет у вас сейчас. Еще одно слово, и вы вообще ничего не будете говорить. Сейчас письменно все будете излагать, а я буду читать. Навари, шапка горит. Так, истец. Помолчи. Еще раз. Сволочь. 210 тысяч разобрались. Дальше. 50 тысяч рублей не успокаивается у нас ответчик и бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну потому что несправедливо. Ну потому что уже пять раз я вам сказала, штраф я на вас накладываю в размере тысячи рублей за нарушение порядка в зале судебного заседания. Вы не даете возможность мне разобраться. Никакой возможности не даете. Ну а что тут разбираться? Действительно. Несправедливо. Давайте идите, садитесь на мое место и разбирайтесь. А я пойду кофе попью. Сколько раз еще вас просить помолчать? Все, Ваша честь. Хорошо, спасибо. Возвращаемся к вам, истец. Лечение на сумму 50 тысяч рублей. Чем подтверждается? Все документы из медицинской... То есть вы обратились в медицинское учреждение, у вас имеются чеки. Чеки, да, прескорад медицинских услуг, все есть. И обследование врача, так? Да. Так, дальше. Моральный ущерб в размере 40 тысяч рублей. Вы считаете, что вам... Ну, я считаю справедливо, да. То есть это небольшое... Причинение что? Физическое и нравственное страдание, так? Да, небольшая компенсация 40 тысяч рублей. Почему вы считаете, что этим заболеванием вас заразила именно ответчица? Молчите, ответчица сейчас. Молчите. Ваша честь. Ну, потому что я знаю, что я ни с кем не спал. Ну, что от дивана, естественно, от него. Конечно, ни с кем не спал. Да, да, да. Ни одну дню не пропускает. Ну, конечно, это не очень хорошо. Ну, пожалуйста, передайте документы. Да, вот, пожалуйста, все документы. Здесь все есть, все написано. То есть вы уверены? Да. Что ответчица... Да, да. Ни откуда не могу прийти, только от нее, да. Хорошо, ответчик. Вот теперь я вас спрашиваю. Ваше отношение к иску. И можете высказать все, что вы думаете по поводу иска. Вашу позицию, ваше возражение или согласие. Ваша честь. Это сволочь. Все 10 лет брака. Давайте сначала, ответчик, сначала. Этот истец... Этот истец 12 лет брака, портил мне нервы, не пропускал ни одной юбки. Все мои подруги говорили, ты святая женщина, Господи. Я бы на твоем месте, я бы эту сволочь уже бы давным-давно бы порешила. Вы понимаете? Просто с ним жить невозможно. Это вам так друзья говорили? Подруги? Да, подруги мои. Какие завистницы? Ты, небось, тоже с ними со всеми переспал. Жигало. Так, все, стороны. У нас не брагоросводный процесс, у нас совершенно другой процесс. Вы развелись. Про вашу прежнюю жизнь вы можете рассказать, но только если эти обстоятельства относятся к иску. Поэтому давайте поближе к возмещению вреда. Ваша честь, я абсолютно уверена в том, что заразил. Я не отрицаю, что я тоже была больна, но виновата в этом не я. Мужа я не заражала. Я виню в этом наших друзей семьи, Аню и Олега. Так, вот с этого места поподробнее. Вы вместе жили с ними и менялись партнерами? Ваша честь, что вы такое говорите? Ну, вы говорите, вы тоже были больны, но виновата не вы, а ваши друзья. Я как должна вообще это все воспринимать? Ну, ваша честь, подождите, дайте я объясню. Ну, давайте, объясняйте. Анна Мартынова виновата в этом. Дело в том, что я, когда лечилась от этого венерического заболевания, я ходила в вендиспансер. Я встретила там Аню Мартынову, я ее хорошенько прижала к ногтю, и она мне все рассказала. Она рассказала мне, что они уже много лет вместе спят. И кроме того, у меня есть еще и доказательства, ваша честь. Это фотография, я вот сфотографировала, скриншота с мессенджера мужа, где они переписываются. Ваша честь, я ходатайствую о просмотре данного скриншота. Вы хотите, чтобы суд обозрел это? Да, чтобы вы приложили это к вещественным доказательствам того, что я не виновна. Ваша честь, да ты все глупо исполнаешься. Суд может, конечно, обозреть это. Можно слово? Нет, нельзя. Вы так долго брали слово, что у меня даже закончилось терпение. Ваша честь, можно я зачитаю? Вот мой любезный, обожаемый бывший супруг пишет. Ну что, котик, шалим сегодня? А эта проститутка? Во сколько? Ну, как всегда, я на пять часов номер заказала с джакузи. Понимаете, они с джакузи в это время... Ваше честь, вы плавали вместе в джакузи? Нет, конечно, ваше честь, но это во-первых... Вот с этой Мартыновой. Ваше честь, нет, конечно. Нет, это шутка, это все шутка, невинные шутки, просто глупость. Это вы так жутите женой друга? Да, мы дружим с семьей, мы друг другу поцармываем. Скажите, пожалуйста, а про эти ваши подколы муж вот этой Мартыновой знает? Да, я хотел бы вызвать Олега Мартынова сюда, как свидетеля, что объяснит, что это все глупость. И что жена у меня где-то нагуляла. Тварь. Да. Ты тварь последняя, ты понимаешь? Ответчик, ответчик, это все в браке надо было, в браке. Сейчас уже все, брак расстроен. Это все было в браке, ваше честь. Все это было в браке. 12 лет прожили, только вы считаете, правда, что 10? Слава Богу появился повод, я был очень порядочным, человеком не хотел разводиться. Все, свидетели, свидетели, свидетели сца, пожалуйста, Олега Мартынова, позовите нам, пожалуйста, свидетели сца. Ты сволочь, Артем, понял? Да, я всегда это знал. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ты? Да. Не мешай мне эту непонятную какую-то ситуацию. Тихо. Представьтесь, пожалуйста. Мартынов Олег Борисович. Пожалуйста, вам известно существо иск? Расскажи все, как было. Да, мне известно. Ответчик, я вас сейчас выгоню. Я хотел сказать, что, к своему стыду признаться, что действительно я был болен тем же заболеванием, что и Артем. Что такое у меня все больные венерическим заболеванием сегодня? Как и странно. К сожалению, так получилось. Удивительно прям. А вы-то откуда? Что? А вы-то откуда? Истец обвиняет ответчика. Ответчик обвиняет вашу жену. Вы каким образом? Первые симптомы у меня где-то через два дня проявились. Это произошло... Через два дня после чего? После того, как вот они у Артема проявились. И произошло это... Произошло это после близкого контакта с Аллой. Что так радуетесь, истец? Может быть, все-таки вас не жена ваша заразила, а свидетель? Я же прям стесняюсь. Что она облегчилась, что это лживое. Артем, ты ему морду хоть набей. Он только что сказал, что он со мной спал. Да это тебе надо морду набить, а? Так кто с кем вообще тут был? Ваша честь, Алла мне сама позвонила через два дня. Алла у нас кто? Что? Не звонила я ему. Супруга моя бывшая. Ответчик. Ответчик, да. Вам позвонила. Через два дня после чего? Ну, после нашей последней встречи у нас был с ней близкий контакт. Насколько близкий контакт у вас был? Интимного характера. Нет у нас никакого близкого контакта. Ты что несешь-то? Алла, подожди. Что вы тут мне демонстрируете-то, я не понимаю? Алла мне позвонила, сказала, что мне необходимо провериться. Они меня просто на бабки кинут хотят. И у нее проявились первые симптомы, что я сразу... И что скоро они проявятся у вас. Да, да, совершенно верно. Вообще. И, соответственно, я сразу же пошел в клинику, сдал анализы. К сожалению, худшие опасения подтвердились. Вот у меня есть медицинская справка. И у вас справка есть. Да. Да не мог ты заразить свою жену, понимаешь? Не мог. Вот, Алла, у меня есть как бы подтверждение. То есть вы хотите сказать, что вы состояли в близких интимных отношениях с ответчицей? Да, я состоял с ней в близких интимных отношениях. Не признаете. Не признаю. Справочку можете... Ну а что, откуда? Нет, я только обозрею, свидетель не может. Потому что ты живой последних. Так, тихо. Живой с Аней. Ворчись, позовите еще и Аню. Давайте еще всех остальных позовем ваших друзей. Кто еще там у вас родился? Пусть она придет, и они скажут, что... Пусть она придет, а ему расскажет все. Пусть Аня придет. У вас свидетель. Нет. У кого свидетель? У вас еще один свидетель. Позовите Аню. Это супруга Олега. Она обвиняет ее, что я сись на... Вы тоже еще один свидетель у вас? Да. Она обвиняет, что я сись на... Вот про то... Позовите, пожалуйста, нам еще одного свидетеля. Свидетелица, войдите. Что-то шутка не как... Ань, привет. Артем, что у вас вообще происходит? Ну ты хоть... Представьтесь, пожалуйста. Ну, расскажите, что вы говорите. Одна с одного неба, это просто глупые шутки на святого Валентина. Конечно же, у нас ничего с Артемом не было. Вы представьтесь сначала. Мартынова Анна Петровна. Вы тоже болели венерическим заболеванием? Да, меня заразил муж. Он признался, что изменил мне. Но мы решили этот вопрос. Решили сохранить семью. Живем вместе, счастливо. Все хорошо у нас. Вылечились хоть все? Да. Ань, ты что? Как это у вас ничего не было? Ты же мне в вендиспансере сама говорила о том, что... Вы спали с моим мужем несколько лет. Нет, Ваша честь. Что у нас не было в вендиспансере? Не было и не может быть. Я в отличие от некоторых... Ты что же придумываешь, что у тебя клиров может быть такой? То есть вы не изменяли? Да где там? Не была нигде. Вы не изменяли своему мужу? Я не уверен, что ты не обозналась, что-то осозрение все в порядке. Конечно, ну вот скриншот. Какой скриншот? Она мне сама сказала о том, что... А что это такое? Подожди, что это за скриншот? Не надо мне здесь устраивать вот эти вот разборки. Так, свидетель, стойте на месте. Никто никому ничего не передает, никакие бумажки. Никто не выясняет отношения. Извините, она про мою жену рассказывает. Послушайте, вот вы вчетвером не можете между собой разобраться. Кто кого заразил, кто с кем был и состоял в интимных отношениях. Вы предлагаете мне это сделать? Давайте так. Вы мне все предоставите свои справочки о заболевании. А я даты сравню. Кто когда заразился, кто когда обратился к врачу. Может быть, это хоть как-то облегчит мою участь разобраться, кто был первый и кто последний. Давайте, пожалуйста, все передайте. Вот вы передайте свидетель справки СУ. Ответчик тоже, пожалуйста, приставил. где все сказано об этой болезни и о том, кто раньше ее получил. Я думаю, что вы будете убеждены в том, что это оттало все пришло. То есть вы мне предлагаете еще изучить медицинскую энциклопедию? Симптомы заболевания и все это делают. Это выявляется позже, на две недели женщин-равильщик появляется. Ушивольте меня от этого. Я уж как-нибудь сама разберусь, без вашей энциклопедии. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех, Владимир. Прошу вас, решите мою пользу. Ребята, вы между собой разбирайтесь. Нас-то вы что, вся... Да вы с ним говорили. Вы свой брат, про... Теперь наш хотите тоже, да? Чтобы мы... Да ты же... Я уже думала, типа молча. В следующей программе. По справедливости пенсию лучше отдать тем детям, которые в этом нуждают. Подождите, истец. По справедливости, а по закону? Женщина после смерти мужа обратилась в пенсионный фонд для назначения ее несовершеннолетней дочери пенсии по потере кормильца. Ей отказали на основании того, что муж на момент смерти не работал. Правомерны ли действия пенсионного фонда? Я не прошу даже половину, я прошу часть. От этой квартиры, от своей квартиры, от квартиры своей мамы. Где прожил? Куда я тебе прописал? Возможно ли защитить себя от несовершенства законов начала 90-х? Как человек, которого вы давно забыли, может испортить вашу жизнь? Все тот же квартирный вопрос продолжает портить жизнь москвичей. Конечно же я сделала фотографию. А как я могла ее не сделать? Фотографию трупа. Вот кто делает фотографии мертвых людей? Я, например, знаю только нацистов. Можно ли снова стать живым, если тебя уже похоронили? Можно ли бороться за свою собственность, если от тебя остался лишь крест на могиле? Узнаем в суде. Мы с тобой разобрались. Прошу садиться. Что ты сейчас начинаешь? Ну а что ты про это сам? Уже нет никакого брака. Да дорогие, не надо спутывать. У вас, а у нас есть пока. Пострадавшие несчастные мои все, пожалуйста, спокойно. Суд принял решение. Иск о взыскании материального и морального вреда вследствие причинения вреда здоровью оставить без удовлетворения. Бывший супруг обвиняет свою бывшую супругу в совершении преступления, предусмотренного статьей 121 Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно заражение венерической болезнью. Гражданский суд не устанавливает виновность лица в совершении преступления. Это компетенция правоохранительных органов. И только в случае вступившего в законную силу приговора суда можно говорить о виновности лица в совершении данных действий. Именно на этом основании суд отказывает в удовлетворении иска и в причинении материального вреда, и в причинении морального вреда. Так как материальный и моральный вред возмещается лицом виновным в причинении такого вреда здоровью. Об этом нам говорит статья 1064, 151, 1099 и 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так как не имеется вступившего в законную силу приговора суда, то при таких обстоятельствах исковые требования не могут быть удовлетворены. И вообще, в принципе, установить виновность, мне кажется, вот среди вас всех четверых, невозможно. Кто, с кем, когда. Даже ваша медицинская энциклопедия не поможет. Дело закрыто. Прошу всех ждать. Решение суда. В иске отказать. Да это просто возмутительно. Я не знаю, что буду делать. Это потереть работу, деньги, здоровье, лечиться, еще ничего не получить. Но я опять пойду в суд. Ну, это в самом деле. Что это такое? Боже мой. Я столько стыда за всю жизнь свою не переживала. Как будто бы на меня ведро помоев вылили. Каждый день с 15 до 16 на нашем телеканале. Ты в суд пришла или в кабак? Люда, ты в суд пришла или в кабак? И его вылечить и в башню. А ты сама работаешь, сожитель твой работает. Да мы на что? Нам пасть к нам пасти. У церкви стоять, побираться. Побирайтесь так. Да ты услышь ты меня, Господи. Хоть бейся. На суде. Я твоя родная мать, ты променял меня на эту, извините. Такие дела. Семейная. Родная кровь. Редактор субтитров А.Семкин